Виртуальный мир это родина чудес. В нем возможно все, что нереально сделать в обычной жизни. Все самые смелые желания сбываются. Однако за все эти цифровые прелести человеку приходится платить. И платой является человеческая душа. Погрузившись однажды в виртуальность, геймер теряет волю. И именно тогда компьютерное зазеркалье начинает собирать свою жуткую дать. Сознание человека заполняется страшными демонами, мерзкими тварями, сумасшедшими убийцами, тягостными предчувствиями и постоянным ожиданием опасности. Мы представляем вам самые темные стороны игровой вселенной. Вы поймете, что компьютерные игры это не игрушка. Это воплощение всего самого отвратительного, что может породить человеческий разум. В эфире страшно интересная десятка самых страшных вариантов конца света по ту сторону экрана. Приготовьтесь, в течение получаса вам будет страшно и интересно. Жить в виртуальном мире значит постоянно быть на волосок от смерти. По ту сторону экрана мир грозит обрушиться в любую секунду. Прямо сейчас мы покажем вам 10 наиболее ужасных вариантов апокалипсиса из игровой вселенной. Спасайся, кто может! Планета Тартерус была лакомым кусочком для обитателей космоса. На ее богатство зарились самые разные расы со всей вселенной. Силы Хаоса, Эльдары, Кровавые Вороны, Орки. Все они охотились за могущественным артефактом Меледиктовым, камнем с заточенным в нем демоном. Этот камень давал его обладателю невероятную силу и позволял уничтожать целые планеты. Но настоящие хозяева Тартеруса, военная империя, вовсе не собирались отдавать свой дом и древние сокровища в чужие руки. Мир погрузился в ужас непрекращающейся войны. Безумцы, они не знали, чем это закончится. Кровавая гонка привела к тому, что новоеначальник империи Тартеруса лично уничтожил этот камень. И этот жест стал роковым. Расколотый Меледиктум освободил страшного демона, который сразу же вознамерился отправить планету в небытие. В этой многосторонней военной кампании победителей быть не могло. Печальный итог борьбы нескольких рас за могущество из Вархаммер 40 тысяч Дон оф Вор открывает десятку самых страшных апокалипсисов виртуального мира. За 10 тысяч лет цивилизации человек превратился из дитя природы в ее самого злого врага, словно целенаправленно причиняющего ей страдания. К концу 20 века человечество подошло к краю пропасти и шагнуло вперед. Взрыв на Чернобыльской атомной электростанции запустил механизм обратного отсчета, отмеряющего время до гибели людей на Земле. Зона отчуждения, поглотившая город Припять, стала тем микроскопическим заразным пятнышком на карте мира, которая расползалась по всей планете. Зашкаливающая радиация, убивавшая все живое, встречающееся на пути распространявшейся чумы. Ее адские создания, аномалии, творили невообразимые вещи со всеми, кто попадал в зону их действия. Чернобыльский ад превратился в угрозу для жизни всей Земли. И похоже, что шансов спастись некогда зеленая планета людям не оставила. Человечество неисправимо. Оно должно быть уничтожено. Разрастающаяся зона, появившаяся в результате взрыва на Чернобыльской АЭС, в Сталкер, Тень Чернобыля, радиоактивной поступью прошагала на девятую позицию хит-парада апокалипсисов. Окна домов перестали зажигать по вечерам. Из заводских труб не валил дым. На привокзальной площади воздух не пронзали гудки прибывающих поездок. В школах не было слышно привычного гамма учеников. Все вокруг вымерло. А ведь еще совсем недавно мир был цветущим и восхитительным, пока в 2013 году не случилась страшная катастрофа, причиной которой так и осталась тайной. В центре Европы зародилась странная аномалия, которая в мгновение ока расползлась по всему континенту. Огромное количество людей погибло или пропало без вести, а их место заняли отвратительные ужасные твари. Стражи, зубоголовые пауки, дриперы, ларвы, спайдеры, хранители. Теперь они стали хозяевами мира. Мира, который изменился до неузнаваемости. На некогда солнечных и утопающих в зелени бульварах, где любили гулять мамы со своими чадами, теперь хозяйничали мутировшие солдаты и мечники. В развалинах, в которых с трудом можно было узнать офисные здания, кишели многочисленные мерзкие чудовища. Мир стал другим, и что самое страшное, в нем больше не было места человеку. Катастрофа из «Коллапс» взяла восьмое место в списке самых чудовищных апокалипсисов по ту сторону экрана. Дадим вам пару минут, чтобы переварить впечатление. Не переключайтесь. Задумываться о собственной смерти свойственно человеку. Любопытный человеческий ум постоянно рисует в своем воображении картины конца света. Но никогда прежде ему не удавалось представить это так живописно, как с открытием виртуального мира. Мы продолжаем обратный отсчет виртуальных сценариев жутчайших апокалипсисов. Планета Сера горела в огне. Человечество, страдающее от нехватки ресурсов, вело междоусобную войну за обладание эмульсией, источника дефицитной энергии. Крупнейшие города стояли в руинах, как символы людского безрассудства. Но это было лишь детскими шалостями по сравнению с тем, что случилось в так называемый день прорыва. Из-под земли ведомые жажды и насилия, разрушения и уничтожения вылезли мерзкие существа, которых заслуженно прозвали Орда Саранчи. Славно стаи прожорливых насекомых, многомиллионные толпы особей неизвестного происхождения за 24 часа смели все на своем пути. Управляющая планетой коалиция объединенных правительств, чтобы спасти тех немногих, кто остался в живых, решилась пойти на отчаянный шаг. Используя оставшиеся орбитальные станции, на Серу была обрушена мощь химического и лазерного оружия, чтобы превратить захваченные врагом территории в выжженную землю. Большинство военных объектов было разрушено до основания. Уцелевшие остатки человечества собрались на плато Ясинто, недоступное Саранчи. Однако все говорило о том, что прежней цивилизации больше нет. Мощнейший удар, нанесенный планете Сера химическим и лазерным оружием с целью уничтожения Орды Саранчи из Gears of War, привел к седьмому по масштабу апокалипсису в игровой вселенной. Этот мир должен был быть уничтожен. Огромная искусственная планета-кольцо Галло, дрейфующая в глубинах космоса, насчитывала миллионы лет истории и уже успела обзавестись всеми признаками живого и обитаемого мира. У кольца имелась собственная атмосфера. На его внутренних просторах буйно колосилась растительность. Кое-где появлялись некоторые виды животных. Однако это сооружение изначально являлось смертоносным оружием вселенского масштаба. Приведенное в действие, оно могло испепелить всю разумную жизнь в галактике. Это стало известно мерзкому сообществу рас-конвенантов, ведущих свой фанатичный завоевательный поход по глубинам космоса. Время запуска жуткого механизма приближалось, и на Земле это знали. Тогда на смертельно опасную миссию по подрыву Галло был отправлен величайший солдат нашей планеты, звездный спартанец Мастер Чиф с военной поддержкой. Ведя тяжелейшие бои с комбинантами, он медленно, но верно продвигался к сердцу Галло и в конце концов взорвал его главный реактор. Возникшая цепная реакция разнесла кольцо в щепки, дав Земле шанс на спасение. Таким образом, конец света на одной планете из Халло отодвинул апокалипсис на другой, тем самым он заработал себе шестое место сегодняшнего хит-парада. В начале 22 века человечество на себе испытало те ужасы, которые более ста лет назад их предки созерцали на своих телевизионных экранах в фильме «Послезавтра». Резкое изменение климата привело к феноменальному понижению температуры воздуха и, как следствие, к обледенению большей части территории Земли. Люди, спасаясь от надвигающегося с северного полюса ледника, ринулись в направлении экваториального пояса, единственной территории, пригодной для жизни. Только там их никто не ждал. Претендующих на жалкую часть жизненно необходимой Земли оказалось слишком много. За клочки суши развернулась жесточайшая война между двумя могущественными корпорациями, Европейским Союзом и паназиатской коалицией. Поражение означало верную смерть, поэтому каждая из сторон всеми возможными способами и средствами стремилась выдавить соперника в ледяную пустыню. Миллионы единиц бронетехники и миллиарды солдат. Количество металла и живой плоти на квадратный метр было все немыслимые рекорды. Шквал огня, изрыгаемый такой армадой, мог бы растопить пресловутый ледник, но люди выбрали другое применение этой мощи – уничтожение друг друга. Бессмысленная резня на погибающей от холода планете из Battlefield 2142 стала пятой в списке самых страшных апокалипсисов виртуального мира. В альтернативной истории этого мира человечество не допустило многих ошибок из нашей реальности. Восстание большевиков в России было подавлено, а Россия закрыла границы и выстроила красный занавес, отгородив себя от Запада. Не было и Второй мировой войны, но угроза существованию человечества возникла иным образом. Загадочные события начали будоражить планету после падения в Сибири Тунгусского метеорита. Европейцы подозревали, что в закрытой России создавалось некое ужасное биологическое оружие. Разведка обнаружила в приграничных районах большое количество безжизненных городов-призраков. Вскоре выяснилось, что на Востоке появились орды отвратительных мутантов, так называемых химер. Чудовища разных форм и размеров, они двинулись по планете непобедимой армии. Химерой же назывался и опасный вирус, который эти твари несли в себе, превращая в себе подобных все живое. Европа пала за считанные дни. Вскоре была порабощена и Америка. Часы Земли были сочтены. Но существовала одна зыбкая надежда. Часовые, особая группа солдат, невосприимчивых к вирусу химеры. Падение человечества из Резистанс и Резистанс-2 пришло из Сибирской тайги и захватило себе четвертое место среди самых страшных виртуальных апокалипсисов. Совсем скоро мы подберемся к трем наиболее опустошительным вариантам гибели миров по ту сторону экрана. Оставайтесь с нами. Виртуальный мир как будто специально создан, чтобы показать страшную изнанку человеческой натуры и тем самым уберечь людей от ошибок. Наверное, поэтому в нем с такой регулярностью и так ужасно сгорают целые миры. Мы подобрались к лидирующей тройке страшнейших апокалипсисов из компьютерного измерения. 1995 год стал для Земли началом глобальной трагедии. В Италии в районе реки Тибор упал метеорит, который запустил обратный отсчет жизни нашей планеты. Дело в том, что на месте падения начали появляться странные кристаллы, позже названные Тибериумом. Это был минерал внеземного происхождения с невиданными свойствами. Зеленые кристаллы Тибериума впитывали все полезные вещества из Земли, отравляя почву вокруг себя. Человечество научилось собирать ископаемое и использовать его мощь в самых разных сферах жизни. Но люди были не способны контролировать само распространение заразы. Буквально в течение нескольких лет Тибериум поделил планету на три зоны – синюю, желтую и красную. Относительно защищенная синяя зона стала прибежищем для верхушки общества. В желтой зоне проживало 80% населения мира, страдающие от страшных экологических катастроф и постоянных войн. В красной же зоне органическая жизнь была совершенно невозможна. В них царила тьма и холод, бушевали ионные бури. Положение усложнялось тем, что людей истребляло не только инопланетная напасть, но и они сами. Ведь каждый стремился отвоевать место получше. Скорый и неотвратимый конец человеческой цивилизации из серии «Command and Conquer» становится третьим в нашем страшном списке. Третья мировая война – столкновение, предсказанное многими историками и политиками, учеными и фантастами. Это был конфликт, которого опасались все люди планеты, ведь в случае его начала он стал бы смертельным приговором человечеству. В 2020 году этот приговор прозвучал. Три сильнейшей армии мира – Россия, Европа и США – вышли на тропу войны, обрекая цивилизацию на гибель. Ежедневно миллионы солдат под шквальным огнем противника превращались в кровавый фарш, оправдывая пугающие своим цинизмом и жестокостью название «пушечное мясо». Казалось, что сквозь бряться не оружие, рев бронетехники и грохот взрывов. Политики, развязавшие эту вакханалию, перестали слышать голоса миллиардов людей, вопрошающих «зачем?». Впрочем, даже если бы сильные мира сего, безумцы, дергающие за рычаги власти, захотели, они не смогли бы остановить творившееся безумие, ибо выбор был сделан, и маховик запущен. Следующий шаг – уничтожение человечества. Развязанная бессовестными политиками Третья мировая война из Том-Клэнсис-Энд-Ворф привела к апокалипсису, заслужившему вторую позицию сегодняшнего страшного перечня. Какой же сценарий «Конца света» оказался наиболее очевидным и неотвратимым? Об этом вы узнаете после того, как мы вновь воскресим в памяти девять предыдущих вариантов апокалипсиса. Наш список открыла трагичная и безрезультатная борьба за роковую планету Тартарус из Вархаммер-40 тысяч Дон оф Ворф. Зона из сталкера «Тень Чернобыль» разрослась настолько, что добралась до девятой позиции хит-парада апокалипсисов игровой вселенной. На восьмом месте уютно расположился крайне неуютный мир из коллапс, стертый с лица земли катастрофой неизвестной природы. Лазерное оружие, направленное на Сэро, из «Гирс оф Вор», точно попало в седьмую строчку. Шестым оказалось уничтожение прекрасной и опасной планеты-кольца, являвшейся смертоносным космическим оружием из «Халу». Бессмысленная резня на погибающей от холода планете из «Бэтлфилд-2142» стала пятой среди самых страшных апокалипсисов виртуального мира. Четвертая ступенька захвачена полчищами химер, порожденных падением тунгусского метеорита из «Резистанс» и «Резистанс-2». На третью позицию также угодил метеорит, давший начало разрастанию опаснейшего минерала и смертельной борьбы за обладание им из серии «Комманд энд Конкуа». Вице-чемпионский титул присуждается третьей мировой войне из «Том Клензис энд Вор», которая стерла человечество с лица земли. Теперь взгляните в лицо катастрофе, возглавившей сегодняшний список. Однажды человечество доигралось. Лидеры самых могущественных держав мира, США и коммунистического Китая, настолько далеко зашли в демонстрации своей военной мощи, что в один непрекрасный день нанесли друг другу массированный ядерный удар. Обе страны оказались стерты в порошок. Территории превратились в выжженные пустоши. Города представляли собой безобразные руины. И все же в этом ядерном аду кое-кто выжил. Американский народ оказался подготовлен к удару, и небольшая часть населения заблаговременно укрылась в тысячах подземных убежищ. Там они провели около 200 лет, прежде чем осмелились выглянуть наружу. Когда же это наконец случилось, первые смельчаки испытали настоящий шок. Оказывается, за это время опустошенные земли успели заселить разумные существа. Однако, в большинстве своем это были уже не люди, а ужасные мутанты или живые мертвяки. Чтобы хоть как-то выстоять в этих жестоких условиях, некоторые бывшие обитатели убежищ объединились в жесткое братство стали. Остальные же люди просто старались возродить род человеческий. Но шансов на успех было мало. Ядерная зима и последовавшая за ней гуманитарная катастрофа из серии Fallout заслуженно восходит на высшую ступень нашего пьестала. Только что вы ознакомились с десятью историями конца света по ту сторону экрана. Однако, не стоит облегченно вздыхать по поводу того, что это лишь виртуальная реальность. Рано или поздно все, что появляется в человеческом воображении происходит на самом деле. Ну а пока этого не случилось, мы будем продолжать водить вас по самым мрачным уголкам компьютерной вселенной. И как всегда человеческие фантазии будут казаться вам страшными и интересными.